Я снова на даче. Приехали за яблочками. Нужно их немножко обрывать, конечно, пока. Ну и падалицы тоже собираю. Вот. И вот смотрите, какие. Какие хризантемы! Как они пахнут! Невероятно! Вот. Вот такие они маленькие. Здесь, среди клубники, нужно убирать их отсюда. У меня тут было 4 или 5 кустов, вымерзли. А вот эти вот такие крепенькие остались. Так, вот это другая чуть-чуть хризантема. Вот видно, да? Она совсем немножко другая. Вот тут белые у меня были. Ох, какие красивые! Какие-то белые с точечками. Невероятные. Ну, вымерзли. И укрывала я их все. Вымерзли и все. Но не захотели здесь они расти. Здесь как бы низина. Вот. Клубника заросла, конечно. Ну, нафиг. Нужно будет перекапывать все это, выбрасывать. Кому оно нужно? За клубникой нужно так ухаживать. Я не знаю, как зачем. Так, Чипидейл. Чипик! Приветик мой красавчик. Невероятный. Цветет уже, наверное, я не знаю. Ну, больше трех недель. Это точно. Так, ладно. Я приехала работать, а не розы снимать. Посмотрите, как он распускается. Какой он невероятный. Чипидейл. Так, ладно. Пошла работать. Августа Луиза. Смотрите, отрасы веснушечки уже пошли у нее. Вот они, посмотрите. Вот-вот-вот, красивые веснушки. Но это ее ничуть не портит. Светет уже давно она. Первогодочка. И вот что я хочу вам показать. Смотрите. Видно бутончик, да? Вот. Видно? Видно. Он не развивается. И он не будет развиваться. Такое впечатление, что он там испекся. Ну, возможно, испекся, так как холода-то недавно у нас наступили. Да? Возможно. Но! Быстрее всего это трипсы. Вот. Сейчас. Иди сюда. Мы на тебя посмотрим. Вот видите? Прямо как испеченный он какой-то такой. И плохо видно. Господи, да что ж такое-то? Вот. Трипса вы не увидите. Ищите, не ищите. Единственное, может быть, двойные, тройные очки какие-нибудь. Вот. Сейчас я его выброшу. Как же мне его выбросить-то? В бочку, где мы все сжигаем. Сейчас я вот положу его сюда и выброшу. Вот. Приехала покормить. Фертикой осень. Смотрите, как разросся. Желтая хризантема. Это какое-то сумасшествие. Ну, вот желтая, да? Вот. Видно, желтая, желтая. А вот это что? С такой большой листвой. У меня тут было два куста. Один был розовый, другой желтый. Розовый, что ли, остался? Тут вот такая листва, другая. Вот. Здесь преобладают вверх помпончики, цветочки, бутончики. Вот. А у этой пока только листва. Я не поняла, что это за такое прям безобразие-безобразное. Вот видите? Вот у этой тоже уже видно бутончики. На бутонах она. Ну, зацветет, посмотрим. Потому что, еще раз говорю, тут у меня был куст розовый. Но как она разрослась, эта желтая, это невероятно же. Она какая-то ненормальная. Разрастается прям как сумасшедшая. Ее можно по бордюрам паскать. Где-нибудь на улице ее можно сажать. Потому что, ну вот перед калиткой я имею в виду. Потому что разрастается она неимоверно как. Ладно. Пришла я, приехала покормить фертикой. У нас стоят солнечные дни. Вот так вот. Сады, огород, осень. Эта фертика подходит всем. И яблоням, и кустам, и, я не знаю, клематисам, хризантемам. Всем, всем, всем. Вот. Присела. Очень хорошо, что я присела. Смотрите, шиповника. Она зацветает. О, я ее обрезала, она зацветает. Видите, солнышко прям пошло-пошло, и она зацветает. Вот она. Вот она, вот она, моя красоточка, спреечка. Чего забыла, как зовут? На бог с тобой. Ладно. Лидия Лавли, да. Посмотрите, я ее срезала с левой стороны, с парадной зоны, так сказать. Смотрите, она откуда пустила. Опять шиповник она. Она не может без шиповника, и это роза. Я не знаю, на какой шиповник она привита, когда покупалась эта роза лет 25-30 тому назад. Да-да, вы не ослышались. Лет 30 тому назад она покупалась. Дедушка еще покупал. Давным-давно это дело было. И вот она бесконечно дает и дает вот такие вот, я не знаю, на что шиповник, короче. Вот на что она привита. Вот она зацветает. Я ее так обрезала кардинально прям. Ну, вот ничего, зацветаем. Я думала, не зацветет. Ничего подобного, зацветаем. Так ладно, пойду кормить. Болтать некогда, честное слово. Некогда болтать. Сейте всегда циние. Я думаю, что у вас тоже какой-нибудь есть уголочек такой, который, ну, я не знаю, видите, как у меня здесь что творится. Беда, бедовая. Да, и здесь еще и бочка сжигательная. Все равно такой уголочек. Вот, пусть будет, пусть будет у вас. Он есть и у меня. Так, и что же я делаю? Видите, повязала, ниточками завязала. И вот хочу вот эти вот семена собрать. Ведь селекция, это, как говорится, не вчера родилась. Вот, и отобрать, отобрать семена самых лучших цветочков, я думаю, всегда отбирали люди. И я тоже хочу отобрать. Вот видите, смотрите. Вот, видите, такой неудачный цветочек, такой не ахти какой, да. Но не факт, что они все вот так вот родятся вот такими прям, все это прям успешными, красивыми, пушистикими. Но я постараюсь все равно. Я думаю, вы тоже как-нибудь отбираете семена. Вот видите, повязала, да. Так, вот, тоже пушистик-пушистик повязала. Так, а вот от тебя повязала, да, вот такой вот. Ой, какой красивый. Вот он, смотрите, тоже какой красавчик невероятный. Так, вот этот вообще в два этажа. Смотрите. Вот этот, правда, в два этажа. Так, ой, шмелек прилетел. Так, вот этот я тебя-то пометила, пометила. Че, прям как кошка, конечно, или как собака пометила. Подвязала, короче. Обозначила, вот. Но тут обозначать не буду, потому что какой-то непонятный. Видите, тоже у два этажа, да? Но в нем вот это вот здесь вот пусто. А этот два этажа в нем нету. Ни одной пустой вот такой вот. Вот все закрыто, все занято. А вот этот, почему я этот не подвязала, да? Так, вот эти вот другим цветом, колером. Так, ну вон там вот я тот самый пушистый подвязала. Это он и есть вот этот. Вот он самый пушистый, пушистик, пушистик. И кто это говорил, что цинии прям в одну палку вырастают и все? Какую-то одну палку. Вы что, люди? Вы что, вы что? Ой, господи, сейчас все тут смету. Так, вот смотрите. Видите? Вот, вот одна. Вот одна была, один цветочек. И вот посмотрите, как он пошел, пошел, пошел. Их тут много-много-много. Если бы мы жили на югах, тут они бы цвели и цвели бесконечно. Мы живем в Подмосковье. Такое вот безобразие. Вот видите? Один. И вот пошли, пошли, пошли. Может быть это какие-то специальные цинии, которые не на одной палочке. Ой, ну я не могу. Какая красотища, прям невероятно. Вот, уже и розам перестала удивляться. Уже циния им удивляюсь. Ну да. Вот. И вот Подсолнух, посмотрите. Какой-то ненормальный. Вот он куда вырос, да? Он ни один еще не цветет. Я думаю, вдруг успеет зацвести. Пошел в небеса расти. Вот. Ну и Подсолнух, видите, наверное, какие-то... Нужно их было обрабатывать атлетом для того, чтобы они не были такими высокими. Вот. Видите? Потому что я видела такие вот, их несколько там, да? Ну, десятками. Вот. Их обрабатывают, наверное, атлетом для того, чтобы они не были такими высоченными. А так, Подсолнух есть Подсолнух. А что вы хотели-то? Он должен вырасти Подсолнухом. Ого, Господи, что это прицепилось ко мне. Вот. И он должен быть высоким, правильно? Правильно, все правильно, все верно. Но вот этот какой-то ненормальный. Если бы я его еще раньше посадила, это Подсолнуховое дерево. Вот такой вот чудной какой-то. Так, ладно, все, на этом я буду заканчивать свое видео, потому что все работы выполнены на сегодня. День у нас разгулялся необыкновенно теплым. Я даже не знаю, сколько градусов, я даже сняла куртку. Вот. Так что тепло, очень уютно, очень комфортный день. Как ни странно, дождик был или не было? Я не помню, чтобы был дождик. Так, на какой красивый, на какой красивый-красивый и становиться. Они все необычно. Когда вот только-только зацветают, они яркие. Яркие-яркие. Вот. Все. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за лайки. Всем мира, всем добра, всем счастья, здоровья. И всяческих успехов. Субтитры создавал DimaTorzok